Она права, я как-то пользовался камерой, которая была размером женский сосок. Ну, наверное, не все такие. Соски бывают разные по размеру. Что ты несёшь, что ты пей? Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелл Плей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Потому что сегодня мы с вами продолжим убивать персонажей раз за разом в игре под названием Zero Time Dilemma. Как вы помните, из предыдущей серии нам сегодня предстоит закончить прошлый эпизод и приступить к новому. А новый эпизод у нас тоже у команды Си, поэтому на какое-то время мы останемся с ними. Ну, а пока давайте поднимем бокалы и выпьем за то, что если мы кого-то убиваем, чтобы это раз и навсегда. Потому что постоянно убивать надоедает. Одного и того же человека. Очень надоедает. Я понял это по этой игре. Бручей. Ну, надеюсь, вы будете убивать только злодеев, конечно же. Вот, а хороших людей трогать не будете. Ладно, друзья, мы... Ой, не то взял, господи, извините. Да, вот, мы с вами начинаем, загружаемся. Всё, ещё три глобальной концовки из семи. Го. Го, го-го-го-го-го. Много закрытых эпизодов у нас, много всяких штуковин. Так, это мы должны пропустить. Непонятно, почему нас отсюда... А, ну да, это мы тоже пропускаем, как вы помните. Так, пропускаем, пропускаем весь этот диалог Бухова-Джунбея. Их рассуждения на его пьяную голову. Отбили мужику даже желание пить. Так, ну, вот сейчас вот скоро уже должно закончиться, главное не пропустить. Так, это мы слышали тоже. Да, вот. Вот здесь мы и остановились. Анонсирование текущих потерь. Команда Q. Q, Мира, Эрик. Команда D, Диана, Сигма. Эти пятеро теперь мертвы. В результате 5Х паролей будут объявлены. IQ Full Moon Fate. И 5 из 6. Этого еще недостаточно, чтобы выйти. Нет. Это значит, Фаи все еще жива. Простите. Забудьте, что я сказал. Похоже, это мы, кому действительно повезло. Бог не уходил и не покидал нас. Что ты имеешь в виду? Вы не слышали, что ли, объявления? 5Х паролей объявлены. Из ком... Из команды D осталось только умереть Фаи. И тогда... Джунпей. Не смей больше такое говорить, даже если это шутка. Да, Джунпей, конечно, такой парень. Жестокий. Он прям обрадовался, когда услышал, что 5Х паролей уже объявлены. Получается, мы с вами полностью прошли этот эпизод с достаточно странной головоломкой. И... А... Забавно, да? Смотрите, заблокировано. Сюда мы, соответственно, перейти не можем из-за заблокированности. Офигеет, сколько всего заблокировано. И самое интересное, когда разблокируется. Когда? Да. Итак, следующий эпизод у нас, друзья. Вот этот, где... Где Акана выглядит достаточно... Какой-то какой-то злобно настроенный. Давайте посмотрим, что тут. Ну, классика. Соответственно, головоломка. Ну, диалог, головоломка. И какое-то решение. Такой коротенький эпизод. Ну, хотя как коротенький. В зависимости, конечно же, от головоломки. Поехали, друзья. Перейти сюда. Да, предыдущая головоломка дала прикурить. Честно говоря, достаточно муторная она была по отношению к другим. Если остальные были легкие и такие средненькие, можно сказать, то это уже было чуть выше средненького. Чёрт, думаю, грубой силой ничего не выйдет. Что же... Что ж, это диспетчерская. Системы вентиляции, водоснабжения и света для убежища контролируются здесь. Наверное, здесь можно поддерживать связь с внешним миром. Сколько тут всего я уже вижу, но... Всё отключено. Похоже, что мы не сможем заказать себе пиццу. Ха-ха-ха. Здесь много экранов. Я думаю, здесь мы сможем посмотреть записи с камер наблюдения. Что? В этом месте есть камера наблюдения? Карлос, сейчас 2028 год. Я бы была больше удивлена, если бы их не было совсем. Она права, я как-то пользовался камерой, которая была размером женский сосок. Ха-ха-ха-ха. Ну, наверное, не все такие. Заски бывают разные по размеру. Ха-ха. Что ты несёшь, что ты пей? Углекислотный... Чё-то такое-то, ты настоящий... А, ты настоящий пожарный. Замечаешь то, что другие не видят. Профессиональный риск. Когда я оказываюсь в новом месте, наперво проверяю наличие огнетушителей. Ха-ха-ха. И запасного выхода. Понятно. Из-за того, что так всегда делаешь, ты спасаешь много людей. Спас... Да, да, спасаешь. Да, это ничего... Да, ничего особенного. Потом штраф выписываю. Что ты такое говоришь? Ты бросаешься навстречу опасности, не думая о своей безопасности. Карлос такой сексуальный. Ты это делаешь, как ни в чём не бывало. По мне, это невероятный сексуальный Карлос. Знаешь, мне кажется, всё не совсем так. Что ты имеешь в виду, несексуальный Дюнбей? Ну, Карлос просто делает то, чему его обучили делать. Так ведь? Ой, не завидуй! Да, верно сказал. Извини, Карлос, ты не такой сексуальный. Джон Пей драматизирует, но раньше, когда мы и были моложе, он всегда мчался на помощь. Извини, но я уже не играю роль героя. Почему? Потому что я повзрослел. Как по мне, твои слова звучат по-детски. А? Первый января? А мы ещё не пьяные? И женщина всё ещё одета. Худший способ начать год. У меня так и не было шанса поздравить Марию с Новым годом. Марию? Моя младшая сестра. Можешь утешить себя тем, что она хотя бы жива. Не забывай, что сказал Зеро. Лишь малая часть из вас найдут себя в новом 2020 году. В любом случае, давайте найдём выход из этой комнаты. Нееет, мы не хотим искать выход, мы хотим сюжет. Понял, понял. Да, если мы не вытащим свои задницы отсюда, наступит 2030 год, прежде чем мы выберемся. Нееет, нет, мы не хотим искать выход, мы хотим сюжет играть, и не хотим играть головоломки. Мы, мы зрители Ютуба, мы не хотим этим заниматься. Так, ладно, это похоже на стандартный углекислотный огнетушитель. Ты прямо настоящий пожарный, не упустишь такие вещи. Серьёзно, лишь посмотреть наверх, и у меня уже свою шею. Друзья, меня это пугает, посмотрите, сколько здесь всего. Ну, предметы, которые активны, они сразу выделяются. Это вот этот вот, вот этот вот, вот это вот. А это так. Так скажем, задники. Ну-ка. Нам даже не дают посмотреть на это. Ну-ка. Шкафчик закрыт, мы не можем открыть его. Всё становится запутаннее. Как-то... Можно это открыть? Наверное, можно, Джунпей. Понятно, нажатие кнопки включает и выключает цвет. Значит, это просто выключатели. Если бы можно было вернуть прежнего Джунпея лишь нажатием выключателя... Что, вернуть меня тогдашнего? Ну уж нет. То, что я знаю сейчас и знал тогда, это большая разница. Джунпей. Ам... Ну, в общем-то, я думаю, что нажатие в данный момент этих штук абсолютно бесполезное занятие. Кстати, мы не знаем, что да как. Не знаю. Прикиньте, я сейчас на... На рандомлю. В общем, ладно, да. В бестолку этим заниматься. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте... Отключим. А, не, давайте, давайте, давайте всё включим. Что мы сделаем? Мы всё включим. Интересно, на что это повлияет. Так, тут что? Мы можем крутить эти ручки влево и вправо. Они похожи на ручки от газовой плиты. Так и представляю, как Джунпей забывает выключить газ, а потом паникует, почуяв его запах. Зато ты никогда не совершишь такую оплошность. Боже мой, здесь столько рычажков, и каждый из них я могу крутить в разнообразные стороны. Господи! Ой, друзья, чё-то я чувствую, это будет, да. Ой, эта комната уже пахнет мужским, таким, знаете, прожарным потом. Чё, прям, прям ощущаю его запах. Так, экраны. На большом экране изображено что-то типа крана. Где же эта комната? О, я думаю, этими кнопками мы можем управлять краном. Это как игра кран-машина. Ну что ж, давайте попробуем. Джунпей, ты в этом мастер? Не очень-то. Обычно первый издаётся мой бумажник. Это не то, чем стоит гордиться. Твою мать, серьёзно. Так, я должен где-то что-то взять. То есть мы должны, видимо, увидеть. Ладно, окей. Я, конечно, могу всё протыкать. Может быть, это ваш? Давайте найдём какую-нибудь подсказку. Да, найдём, бог ты мой. Здесь ещё пометки. Что на экране? Буквы С и В, они на двери. Буква С красная, а В розовая. То есть нам надо как-то изобразить эти буквы при помощи тела. Сомневаюсь, что тут будет как на дне спорта в Японии, Джунпей. Так, С красная, понят, В розовенькая. Так. Ясно, понятно, что нихера не ясно. Тут что? Это что-то типа рольставин? Похоже на то, на них есть какие-то линии. Можешь использовать этот ползунок, чтобы регулировать масштаб. Эм. Так, хорошо, у нас вот масштаб. У нас есть вот с вами полностью, тут есть два только режима масштаба. Так мы видим всю картину. Вот так вот. Давайте оставим так. Можно приближать и одолеть изображение на экране. Это что-то типа подсказки, надо запомнить. Это раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это расположение вот этих вот штук. Так. Сейчас так не запомню. Вот так больше? Да, отлично. Окей, первую загадку мы разгадали. Фух. Честно, это... Ох, похоже у нас получилось. Значит, подсказкой все это время был экран. Нижний шкафчик открыт. Давайте посмотрим, что внутри. Блин, это выглядело гораздо сложнее. Я думал, что будет прям жоп какая-то. Что здесь? Маленькая батарея. Может, она куда-то присоединяется. И еще карточка с номерами на ней. Итак, маленькая... Маленькая батарея. Выглядит, конечно, странненько как-то. Хорошо. А это карточка 3-диспетчерская. 1, 8, 6, 12. Какие-то четыре полос. Так, я надеюсь, мы потом поймем, к чему это. Может быть, может быть, это как-то вот к этому. Хотя, честно говоря... Честно говоря, не совсем похоже. Только файл. А, ну, ну да. Нет. А, стоп! 1, 8, 6, 12. Погодите, сколько их тут? 1, 8, 6, 12. Так. Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Это... 1, 8, 6. Так. Один. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Шесть. Семь, восемь. Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, если это номера, то я сделал правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Окей. Хотя, возможно, на самом деле, это не от этого. Ну-ка, перепроверим. 1, 8, 6, 12. Да, совершенно верно. Чеха никакого там нет, поэтому... Пока оставим так. Не знаю, на что это повлияет, честно. Хорошо. Это мы с вами решили. Это пока непонятно. Это пока непонятно. Есть еще один экран. Их тут, кстати говоря, 6, 12, как и этих штук. Что, это на экране цилиндры? Мне так кажется, но я не узнаю их. Может, они находятся в другой секции? И я не вижу на них каких-то особых пометок, которые бы они нам... Ну, чем бы они нам подсказали, что нам включить. Ага, я еще и могу вот тут что-то потыкать. Внизу слева находятся четыре маленьких экрана. Они ничего не показывают. С трудом верю, что все камеры наблюдения включены. Тут много всяких кнопок и переключателей на консоли. Смотрите, как бы мы с этими кнопками не запутали программу самоуничтожения, не запустили. Ха-ха-ха, не исключаю данную возможность. Так, экраны, которые не горят. Тут что? На консоли много кнопок и... А, то же самое. Так, ладненько. Так, ага. Пять, два, один, три. Четыре. Так, хорошо. Тут какая-то штука. Это что за карточка? В каких-то полях написаны числа. Должна быть, это подсказка. Надо захватить с собой. Это еще одна. Вторая. Три, десять, семь. А, нет, все-таки это не оттуда. То есть как мы должны заполнить? Семь, десять, три. Продолжение и... Так, погодите. Семь, дев... Ну, например, семь нет. Похоже, на счет управления на нем изображен значок электроудара. Электроудара, желтый значок в углу. А, ясно, это знак высокого напряжения. Ты зимой всегда боялась статического электричества, да, Каны? И я всегда стараюсь не выдергивать провода из розеток мокрыми руками. Мне всегда так страшно. Ха-ха, ты, наверное, и грома боишься, да? Так, что я могу делать? Так, я выбираю три. А, я могу как-то по-другому... Самое интересное, смотрите, что я... Я не могу перек... А, могу... Да, стоп, могу. А если сюда? Ага. Ага. Это порядок включения. Оно как бы ясно. Непонятно только, что с чем. Нам нужна какая-то инструкция. Но, по-моему, в данный момент мы этой инструкции с вами не имеем. Три, десять, семь. Числа слишком большие и расположение такое странное. Хорошо, пока это оставим. Возможно, мы найдем подсказку чуть попозже. Так, здесь какие-то два... Не знаю, что это. Так, это ну-ка... Ага, похоже, эту колонку можно подвинуть в сторону. Что? Давайте. Ага, какое-то углубление. А что это? Карточка с полями и числами. Она была спрятана, наверное, и вещь нужная. Возьмем на всякий случай. Итак, первую карточку мы нашли. Девять, два, тринадцать. Получается, нам осталась четвертая карточка. Девять, два, двенадцать. Блин. Так, что это такое? О, господи! О, изображение! А, ну как компас? Смотрите, центр стойки указывает направление. Похоже, что... Похоже, что... Но что это может значить? Ох, мы можем ее вращать. Давайте покрутим ее. Нет, мы ее крутить не будем. Какого там было изображения? Красный S. Это W. Так, а действительно вообще такого цвета? Да, есть. Итак, хорошо. Берем это на W. Так. И красный на S. Ну что ж, вроде бы... Вроде бы правильно. Но пока ничего не получилось. Видимо, нужно найти подсказку для двух остальных. Как я понимаю... Ну, ладно, неважно. Будем, в общем, тыкать сейчас, проверить. Пылесос какой-то. Боже мой. Для чего это устройство? Без понятия. Похоже, оно подсоединено к тому, что справа. Я вижу, кабель торчит из него. Не знаю, для чего он. Какое-то устройство, подключенное к другому. Кабель. Понятно. Да, какое-то странное. Ну-ка, а что это такое? Для чего этот большой кабель? А, это кабель огромный. Ни хрена. Давайте посмотрим. Может быть, он выстреливает бутылками с колой. Черт нас два. Детишки бы прыгали от радости, если бы такое действительно было. Хе, дверь закрыта. Интересно, что за ней? Может, ее как-нибудь открыть? Не уверен. Давайте посмотрим вокруг. Так, это что? Для чего это громадное устройство? Никогда не видел такого. Не видела, видимо. Не представляю даже, как этим пользоваться. Тогда нам лучше не трогать это. Кто знает, что произойдет. Боже мой. Громадно. Устройство неизвестного назначения. Лучше его не трогать. Хорошо, мы его не будем трогать. Ладно, дверь. Крепкая дверь. Сила ее не открыть. Думаю, взломать ее не получится. Давайте отыщем способ выбраться. Так, шкафчики. Вот здесь уже целых 10 цифр. Всего 10 шкафчиков. Мы пробовали, но ни один не открылся. Интересно, что внутри. Но смысл устоять, раз они закрыты. Опа. И смотрите, это экран, аналог. Думаю, этот плакат может приподнять. Хорошо, давайте приподнимем его, как юбку у девчонки. О, солнцезащитные очки. Здесь лежат очки за плакатом. А под юбкой это сокровище. Да, солнцезащитные очки. Погодите. Смотрите, вот это очень похоже на вот то устройство. Смотрите, сверху справа изображен значок напряжения. Не похоже, что через плакат проведено электричество. Тогда зачем он здесь? Он, может быть, указывает, что нам нужно подвести к этому электричеству. Какая там цифра? 3. Римская тройка. Может быть, он указывает начало, что ток идет именно из римской тройки? И нам надо как-то это все подключить. Допустим, я три с тройкой соединил. Все еще неправильно, надо поискать подсказку. Правильного порядка. Может, это электрознак, какая-то подсказка? Правильнее будет называть его знак высокого напряжения. Но верно, надо запомнить. Эта цель, говоря, да, тоже может быть. Тут ничего не изменилось, да? Да. Так, допустим, это теперь сюда. Не-не-не, стоп. Давайте перезагр... Так, погодите. Эм, нужно провести сюда, правильно? Допустим, мы берем... Ну, если нужно. Мы берем вот так вот делаем. Теперь нужно запитать так. Это, грубо говоря, запитывается так. Это запитывается отсюда. И это, типа, отсюда. Эм. Все еще неправильно. Хорошо, друзья, будем... Будем с вами думать. Кстати говоря, очки, могу через них что-то посмотреть? А, видимо... Видимо, не могу. Так, и по сути мы с вами все исследовали. Стоп, а тогда это зачем? Это похоже вообще на... От очков как будто. Погоди-ка. Скомбинировал? Солнечные... Солнцезащитные очки и батарея. Так, и... Так, мы же не просто их соединили. Мы же проходили с вами что-то подобное, и... Может, тут мне надо взглянуть на что-то? А, друзья, я вертелся, крутился по этой комнате и пытаюсь осмотреть абсолютно каждый... Каждый миллиметр этой комнаты с помощью очков. Я думаю, что они нам что-то проявят, что-то покажут, но вы не представляете, что нужно было сделать. Нужно было зайти в инвентарь и нажать на очки. Когда я нажал на них первый раз, мне начало говорить, что там что-то на них изображено, и так далее и тому подобное. Я решил нажать на них, чтобы мне дали персонажей подсказку какую-то, потому что они часто рассказывают о предметах, и... Ну, вы помните, мы не раз так уже делали. И в этот раз выбор режима просмотра. Так какой? И, в общем, там было написано, что... Там на них что-то изображено. И появляется вот такой вот режим. Вот так работают очки. Пока я ни на какой не нажимал. Здесь есть три режима. Давайте начнем с первого. Нажмем на режим A. Хорошо, давайте выберем режим A. И в режиме A мы с вами видим как раз таки схему, как надо нам все соединять. Блин, ну я это сразу так не запомню. Так, это получается, грубо говоря, 1, 3. Ну, ладно, будем проверять их, и, соответственно, давайте делать. 4, 2. По идее, должно работать. Вроде бы все соединили. Все еще неправильно. Разве в очках... Какого-то знака. Он справа. Снова этот знак. Должна быть подсказка. Так, стоп. Я что-то упустил. Итак, друзья. После попытки подключить все по инструкции с очков, у нас ничего с вами не получилось. Я перепроверил. Мы все сделали верно. Ну, я имею ввиду верно по инструкции. И все равно ничего не заработало. И тут я вспомнил о плакате, которым я пытался руководствоваться до того, как нашел инструкцию на очках. Вот этот плакат. Как вы помните, когда мы его нашли, я попытался подключить кое-как, но ничего не вышло. Однако теперь с инструкцией от очков все становится несколько яснее. Как вы видите, расположение цифр и всего остального, но самое главное обозначение электричества здесь немножко сделано по-другому. И вот с помощью данной схемы мы теперь вроде как можем нормально подключить это. То есть у нас получается загадка в загадке. Достаточно странно. Я даже записал все на листочек, потому что, ну, оборачиваться постоянно, все это запомнить было бы крайне геморройно. Поэтому, короче говоря, следующая у нас с вами получается схема. Тройка, тройка. Так, ага, тройку выбрали. Подключается к четверке. Потом, двойка у нас должна подключаться к тройке. Четверка к пятерке. Единица у нас должна подключаться к двойке. Ну и, соответственно, пятерка к единице. И все правильно, да. Вот видите, как все перепутано специально, специально, чтобы запутать игрока. Я думаю, сработало. И знаете, сразу скажу, комната реально геморройная. Но вот пока на данном этапе она реально, реально геморройная. Похоже на то. Все, верхний и слева экран показывает, что открылась дверь. Значит, плакаты и очки были подсказкой. Итак, мы с вами нашли полную картину для всех четверых теперь вот этих вот указателей, которые показывают направление, как на компасе. Теперь, видимо, мы должны все выстроить. Итак, давайте СЕН. Так, главное все не забыть. Ой. Все. Опа. Из пола мы получаем, а черная стойка появилась из-под пола. Это значит, мы сделали все правильно. Судя по экрану, свет в той комнате тоже погас. И смотрите, загорелись банки. Теперь мы знаем правильную последовательность. Я уже пытался их выстроить, но несколько неправильно. А это что такое? А это аналог... Так, хорошо. Ладно, давайте займемся лучше для начала банками. Давайте сделаем так. Итак, у нас там 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Так. 1, 1, 3, 4, 6. И, по-моему, как-то вот так. Да, все. Правильно включили. Открылась дверца. О, шкафчик внизу слева только что открылся. Не верится. Я просто нажимал кнопки наугад. Правильный ответ пришел ему на ум. Со мной случилось так год назад. В смысле наугад? Мы увидели на мониторе. Не, это просто совпадение. Не может быть, что Карлос тоже умеет это делать. Итак, мы здесь еще что-то нашли. Давайте посмотрим, что внутри. Какой-то наушник. И это карточка с четырьмя числами. А это последняя карточка, которая нам нужна. Итак, мы получили наушник. Судя по всему, для очков. И мы получили с вами карточку. Да, последние числа. То есть у нас теперь есть с вами все 4 карточки. Да. То есть мы видим числа во всех ячейках. Но опять же, пока непонятно нахрена нам это. Так, давайте теперь вернемся. Во-первых, скомбинируем. Да, и вернемся. О, подождите, я тут пропустил диалоги. Тут что-то новенькое. О, каково это, Карлос? Погоди, я вижу три режима. ABC. А, ну да, мы это уже знали. Так, давайте теперь режим B выберем. Отлично, теперь режим B. А. Это, это для хваталки. Вррр. Змммм. Так, вррр. Погодите, а какая что? Так, это, по-моему, вниз в этот дзин. Итак, значит, куда-то непонятное место. Вниз. По-моему, влево-вниз. Вниз, влево-вниз. Надо только первую понять, какая. Вниз, влево-вниз. Вот этот, вррр, что это такое? Вниз, влево-вниз. Если я правильно помню. Ну-ка. А, вот она. Это было право. Значит, вниз. Влево. Вниз. И, получается, хватаем. А, не хватаем, а нажимаем. Так, мы нажали с вами кнопку. Все, мы выполнили эту головоломку. Если ее можно таковой назвать. И... Фу, маленькие мониторы заработали. И, похоже, это из-за нас. Значит, этот звук является ключом. Впечатляет. Погодите. И мы... Куча букв. Квадратики маленькие. Значит, это изображение мониторов было. Погодите. Файл. Теперь первая карточка. 9, 2, 13. Нам нужно составить какое-то слово. Так, короче, друзья, давайте я это составлю. Это будет реально долго. Запишу себе где-нибудь и скажу вам, что у меня в итоге получилось. Итак, друзья, после огромного количества сравнений бумажка-текст, бумажка... И, вернее, буквы. Бумажка-буквы-бумажка-буквы. У меня получилось Be Tested by Fire. Но... Как бы смысл понятен, но непонятно к чему он. В общем, как-то так. Окей, мы это запомним. Я записал. Давайте тогда, я не знаю дальше. У нас там еще один режим на очках. Давайте пытаемся его включить. Отлично. Давайте теперь попробуем режим C. Видео-пароль. Получается, пароль сюда. Be Tested by... А еще вместе... А, да, он вместе. Fire. Как мне предполагали, 14 буквы или паролем. О, видео запустилось. Да, это пароль Zero. Он что-то крутит эту... Блин, зеленая N. Так, вот запомнить бы теперь. Это, наверное, важно. N, N, E. N, N, E. N, N, E. N, N, E. N, E, W. Блин, N, E, W. N, E, W. N, E, W, S. N, E, W, S. N, E, W, S. И, понятное, N, W. N, E, W, S. Так, и выдвинется еще что-то. Так, и подключить надо будет. Так, ох, записалась так N, E, W, S. Итак, друзья, в общем, я подкорректировал, и в итоге выдвинулась вот эта вот хренотень. Значит, если выставить стойки согласно видеоинструкции, можно открыть эту штуку. Надеюсь, это стоило усилий. Я тоже надеюсь. Теперь мы должны подключить эту хрень вот сюда, как и показано на видео. И она загорела. Загорелась. Be tested by fire. И мы нашли выход. Ну, скажу так. Комната не сложная, на самом деле. Она больше геморройная, вот в плане того, что приходится огромное количество всего запоминать. То есть тут надо записывать, ну иначе иметь просто какую-то охранительную память, чтобы поразглянуть и... Ох, огонь потушен. В принципе, ничего сложного. Там, грубо говоря, вас игра сама ведет по этапам прям. Черт, чуть было. Похоже, что огнетушитель на потолке помог. Ага, похоже, что... Но есть новая проблема. А? Он не выключается. С такими темпом, с таким темпом мы задохнемся. Да, им всем стало тяжело дышать. Процент двокиси углерода в воздухе примерно 0,04. Уровень концентрации вредных веществ в районе 5%. Концентрации вредных веществ... Максимальный уровень, при котором можно продолжать нормально дышать. Сразу после 7% ты потеряешь сознание, а затем... Начинаем. Игру решений. Игру решений. У двери находится 10 шкафчиков. В одном из них находится кислородная маска. Какой шкафчик вы откроете? Будь проклят этот зеро! Мы должны быстро выбрать один шкафчик. Но какой номер правильный? Ну и тут два развития событий. Либо мы находим, либо нет. Карлс, пожалуйста, выбери. Вероятность 1 к 10. Никаких подсказок. Придется положиться на наше чутье. Ой, нам придется дохрена, конечно, переигрывать. Хе-хе, чтобы найти его. Итак, друзья, чутье, чутье, чутье. Я ставлю на цифру 8. Вот так вот быстро, рандом, не знаю, почему 8. Просто 8 захотел. Это ваше окончательное решение? Что? Я знаю, в каком шкафчике находится кислородная маска. Если в выбранном вами шкафчике есть маска, 8 из 9 оставшихся шкафчиков будут случайно открыты. Если в выбранном вами шкафчике нет маски, 8 шкафчиков, кроме правильного, будут открыты. Охренеть. Это... Парадокс Монти Хола. Количество оставшихся ящиков сократилось до двух. Какой шкафчик вы откроете? Выход будет открыт через 20 минут. 20 минут? Мы не протянем 20 мин... Что такое, Джунфей? Ох, чувак, это же такая удача! Наши шансы от 1 к 10 возросли к 50 на 50. Это не так, Джунфей! Вероятность... На самом деле... Аканы! Эй, Аканы! Акана, ты в порядке? Черт, это нехорошо. Она постоянно первой вырубается. Нам нужно срочно достать эту маску. В каком? В каком же она будет лежать? Давайте все, восьмой убираем. Там плевать, какой итог будет. Нам нужны оба. Восьмой. Нееет, мы все умерли. Почему? Восемь, потому что открылось. Бесполезно. Шкафчик ни за что не откроется. Почему? Просто так легли карты. Похоже, что удача отвернулась. Нет, на самом деле, нам просто хочется посмотреть вашу смерть сначала. Аканы. Если бы я мог услышать твой голос в последний раз. Но похоже, что... Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я тяжело дышать, еще хуже. Простите меня, ребята. Прости меня. Прости, я не смог спасти тебя. Вообще, Диана, наверное, и радуется. А, нет, не Диана, а... Фай. Она такая, у-ху-ху! У меня есть все пароли. Ну, хорошо, мы посмотрели с вами одно... Одно из развитий событий. А, это еще и не финал. Да, Сигма и... И Диана. А, да, Сигма и Диана, точно. Ты уверен? Ты действительно веришь в это сообщение? Это полная чушь. Все. Значит, все живы? Конечно. Мы должны найти помощь. Хорошо, вперед. Хорошо. И они уходят. Ну, прикольно. Такое небольшое продолжение сделали в этом развитии. Нормально. Я думаю, будет просто смерть и все. Так, ну а теперь, я думаю, время, друзья, выбрать правильный ящик. Правильно? Чтобы посмотреть, что произойдет. Так. И вперед. Вот сюда. Да. Пыренько проматываем. Выбираем восьмой, а потом выбираем с вами, соответственно, девятый. Так. А будет прикольно, если сейчас они все перемешали. Это будет забавно. Да, они перемешали. Да, но вероятность-то не 50 на 50, мы знаем. А теперь возьмем вот это вот. А он сейчас в восьмом находится. Ха-ха. Да, все нормально. Да, у нас получилось. Да, но... Не может быть. Одна. Есть всего лишь одна маска. Сообщение не говорилось, что их будет три. Нет. А как-то по очереди нельзя, типа, ну отдышаться и... Нет, но... Мы будем просто по очереди передавать маску. Ну да. Мы не сможем. Почему? Дверь откроется только через 20 минут. В маске кислорода только на одного человека. Черт, какого черта? Какого черта? Такое лицо, господи. Но они спасут Аканы, понятное дело. Эй, Карлос. Я хочу попросить тебя об одолжении. Я знаю. Я не зря был пожарным все 10 лет, чтобы сейчас принять неверные решения. Джун Пей! Я так рад услышать твой голос в последний раз. А? Мне вспомнился тот фестиваль. Помнишь, мы пошли туда вместе? Ты увидела какую-то странную маску и купила две. Ты пыталась заставить меня надеть одну? О, точно! Ты тогда была одета в юкату. Ты сказала, что раньше она принадлежала твоей маме. Поэтому юката смотрелась слишком большой на тебя. Я хочу снова побывать на том фестивале. Джун Пей! Нет! Скорее, надень маску! А Карлос? Почему никто не думает о Карлосе? Что? Блин, тоже грустный эпизод. Джун Пей! Джун Пей! Ну и еще два пароля. Ну и получается Диана и Сигма. Тоже спаслись, их трое. И видите, все равно гейм овер. Этот эпизод при... Приходит только... Приносит, не приходит. Приносит нам только отрицательный конец в обоих выборах. Получается... Получается, друзья, все, да? Мы его полностью прошли. Ну-ка, а там, интересно, не открылся дополнительный? Нет, еще, смотрите, еще заперто. Еще заперто. Так, а здесь мы пока еще не знаем пароля. Да, еще много чего у нас интересного. Впереди у нас еще пока не пройденных. Один, два из тех, которые открыты. Три эпизода из непройденных. Посмотрим, что они откроют. Какие дополнительные наверняка появятся. И, возможно, мы с вами разблокируем продолжение каких-то эпизодов, которые в данный момент заблокированы у нас для дальнейшего прохождения. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме. Есть я в ВКонтакте. Есть канал на Твиче. Там приходят прямые трансляции. Второй канал на Ютьюбе. В общем, много чего интересного. Ссылки в описании под видео. Спасибо, что смотрели. Не говорайте, не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok